22 апреля состоялось заседание коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. В актовом зале регионального правительства собрались спортивные деятели, тренеры, спортсмены, руководители спортивных школ и подведомственных учреждений Министерства. Началось заседание с приятного. Первый заместитель губернатора Юрий Гамбург вручил сертификаты участникам зимних олимпийских и паралимпийских игр. Благодарность за активное участие в информационном освещении эстафеты олимпийского и паралимпийского огня в Омской области представители подведомственных учреждений Омского Минспорта получили дипломы Оргкомитета Сочи. Достойно провели. Омский регион получил 100% и проведение в Калачевске, проведение на территории города Омска. Главный вопрос заседания об итогах работы Министерства за 2013 и задачах на 2014 год. По словам министра, работа ведомства в 2013 году строилась в соответствии со стратегией развития Омской области, планом действия правительства, долгосрочными целевыми программами развития физической культуры и спорта и новое поколение. В 2014 году под особым контролем правительства ведется строительство одного из главных спортивных объектов Омского центра спортивной подготовки с отделениями велоспорта и единоборств. Продолжается также строительство крытого хоккейного корта в Тевризе и реконструкция физкультурно-здоровительного комплекса в Остешиме. Начато строительство крытого катка с искусственным льдом в городе Омске по улице Бархатовой. Свои предложения по развитию спорта высших достижений высказали триумфаторы Олимпиады в Сочи. Биатлонистка Яна Романова и конькобежка Ольга Граф. Меня очень тепло встретили. Я довольна, что меня не забыли, скажем так, и до моей победы значимы вообще для города, для региона. И приятно находиться здесь в правительстве, прожив здесь определенное количество времени. Я только была около, внутри не была никогда предвглашена. Что теперь сейчас это радует, потому что действительно интересно. Хочется участвовать в общественной жизни, хотя у меня, я думаю, что не будет времени, потому что я планирую дальше тренироваться. И опять же, хочется сделать для Омска какие-то положительные моменты в развитии спорта, поддержать, потому что я своим трудом добилась этих результатов. Но если, допустим, будет уже какая-то помощь в строении катка, какие-то постройки и сооружения, я думаю, ребятишки и вообще город в целом выиграет. Потому что конькобежный центр, если построить, то можно закрывать несколько видов спорта. Мы имеем огромную и прекрасную базу. У нас шесть катков в городе, у нас четыре катка в области, десять катков крытых. Такого практически в ближайших регионах, субъектах нет. То, чего нет, мы это озвучиваем и говорим, не стесняемся и просим это и на федеральном уровне, и правительстве, и ищем инвесторов. Это, конечно же, не хватает нам игрового зала большого для игровых наших команд. Это Амичка, сегодня у нас достойно играет и нефтяник Авангард по баскетболу, БК 17-16. Не хватает нам, конечно же, наш зимний вид, это конькобежного большого катка, но это большие инвестиции, это более полумиллиарда рублей нужно. Ну и, конечно, то, что сегодня говорили по биатлонной базе, она есть. Может быть, не такого уровня и не так массово занимаются сегодня. То, что касается спортсменов, они есть и есть, кого привлекать. Поэтому будем думать, те объекты, три которых я назвал, они у нас в планах. И мы будем, конечно же, думать, где находить инвестиции для того, чтобы построить их на территории нашего Омского региона. По итогам работы коллегии была дана оценка выполнения задач, поставленных Министерству планом действий правительства. Продолжение следует...